Брат, каждый день завозят людей в РОВД и пытают потом, продают их родственникам, делают тему. Стукачи везде там издают людей за копейки. Ваалейкум ассаляму араматуллах. Это то, что у них называется результатом. Я вот, кстати, последнюю публикацию смотрели, да, наверное, у меня в Телеграме. Кстати, кто не подписан в Телеграм, подписывайтесь. Ссылка есть в описании. И с Урусмартановского района были похищены молодые люди. Незадолго до начала эфира я получил это сообщение, зачитая его прямо сейчас в эфире. Тумсо, про похищенных граждан из Урусмартановского района. После того, как ты выложил про это в Телеграм, их привезли в Урусмартановский РОВД, и родственников уведомили, что они у них. Сказали, что забрали, чтобы проверить, и их выпустят. Но на самом деле они очень жестоко были запытаны. У Тапаева виситы они сломали челюсть. Другие ребята тоже очень сильно запытаны. Они еле могут ходить. Против Ахмаева Магомеда и Тапаева висхи они сфабриковывают уголовные дела, что они якобы собирались уехать в Сирию. Все знают, что война в Сирии давно уже не на таком этапе, чтобы туда ездили люди. Они же сами говорят, что они уничтожили там всех. Тумсо, я не знаю, что нам делать, что надо делать, но точно знаю, что нужно что-то сделать. Я прошу Аллаха принять от меня то, что я сделал, хотя бы это, то, что я написал тебе. Люди не пишут тебе, боясь за свою жизнь. Но если завтра меня похитят, я хочу, чтобы кто-то старался мне помочь. В Русмартане, в РОВД есть 13-летний парень из Аргуна, которого задержали из-за того, что он поставил лайк на твою публикацию. В Чечне идут массовые похищения. Я не могу понять людей, почему они не пишут тебе, почему не оповещают. Поймите, люди, они похищают наших граждан, потому что мы молчим. В общем, важная информация из этого сообщения была то, что эти ребята, они находятся в РОВД, они запытаны. Я надеюсь, что эта история закончится по-доброму, иншаллах. К сожалению, мы никак не можем этим людям помочь, кроме того, что мы предаем эту тему огласке. Мы больше никак не можем им помочь. И те люди, которые находятся у них в руках, они, по сути, сейчас абсолютно лишены всевозможных прав и над ними издеваются, как только могут. Да поможет им Всевышний Аллах. Навальный, он, наверное, хотел написать. Навальный, придя к власти, не даст свободу, но абсолютную автономию в пределах РФ это будет приемлемо для нас. Ты называешь Солодкова явным врагом, причем постоянно, он всего лишь журналист. Ты чё, блин? Так, по поводу первого вопроса, я его просто проигнорирую. Как бы не имеет смысла говорить о каких-то нереально заоблачных вещах. Это первое. А, нет, это не первое, прошу прощения. Первый вопрос был по поводу этого. Чеченец станет у руля в РФ, он будет предателем или станет героем? Ну, допустим, был такой человек, Хазбулат, точнее, есть этот человек и до сих пор, Хазбулатов Руслан. Во время СССР он был вторым, по-моему, человеком на тот момент в стране. Если бы не он, ну, не Ельцин, а он, допустим, стал бы президентом, был бы он героем для чеченцев. Тут все зависело бы от того, как бы он себя повел. От этого бы все зависело. Так, в целом, та ситуация, которая была тогда и ситуация, которая сейчас, они, ну, это разные, как бы, вещи. Немножко в ином положении мы сейчас находимся, в состоянии явной войны, там, и поэтому я не могу так однозначно на этот вопрос ответить. Ну, все зависело бы от того, что сделал бы этот человек, какие он предпринял бы действия в отношении Чечни и чеченцев. От этого зависело бы, кем он для нас будет. А вот по поводу второго вопроса, придя к власти, Навальный не даст свободу на, там, абсолютную автономию и так далее. Вот это no comment, я не знаю. Вот по факту будем, как бы, смотреть. Если он придет к власти, тогда будем говорить уже, что там, что он готов дать, что он не готов дать, какие будут дальнейшие действия. Я еще несколько лет назад, находясь в Грузии, и тогда обозначил свое положение, свое отношение к Навальному. У меня есть отдельный ролик, где я говорю, что к нему, к Навальному отношение как к борцу с коррупцией одно, и там респект. Навальный как политик, к нему отношение другое. И тут вопросы, и в зависимости от того, какими будут ответы на эти вопросы, от этого будут зависеть отношение к Навальному. Но как бы там ни было, я думаю, что хуже, чем сейчас, уже, наверное, не будет. Я надеюсь, по крайней мере. А что касается Сладкова, Сладков, он всего лишь журналист, ты говоришь, можно быть просто журналистом, объективным и, как бы, непредвзятым. И в этом случае ты будешь просто журналистом. А Сладкова, это не просто журналист, это именно военный обозреватель, человек, который занимается военной пропагандой. И он явный враг. Тумсу ассаламу алейкум. Если бы ты мог повернуть время вспять, что бы ты выбрал? Не встретиться с исламом Кэ и продолжать жить и работать в оккупированной республике, либо стать знаменитым блогером и заниматься полезной деятельностью, открывая людям глаза на происходящее вокруг. Алейкум ассалам, Тимур Тимуров. Я не буду отвечать на вопросы, которые нереальны, не имея никакого смысла делать подобные предположения. Я лишь тебе скажу, что я ничего менять в своей жизни не стал бы. Ну, не считая там каких-то грехов совершенных мной, конечно, я бы хотел бы исправить эти моменты. Но то, что предписал мне Всевышний Аллах, каким образом Он предписал мне мою судьбу, я всем этим доволен. Ахвала Аллаху. И ничего из этого менять я не хочу. Тумсо, идея установить камеры во дворе просто гениальная. Как мы раньше не задумывались. Установить камеры, чтобы запись шел директ на защищенный сервер, доступ у которого будет у работника мемориал или что-то подобное. Слушай, ну это было бы вообще, конечно, круто, если бы так это организовать. Но это определенная сложность. Нужен постоянный доступ к сети. Ну, в общем, это проблемно. На самом деле сейчас было бы круто, если бы просто люди по возможности устанавливали бы у себя во дворах вот эти вот камеры. Это не что-то там шпионское. Это обычные камеры видеонаблюдения. Они сейчас очень доступные. Их можно очень дешево покупать. У меня стоят, всегда я как бы заботюсь о своей безопасности, у меня стоят эти камеры. И их можно купить за 1000 рублей, даже за 500-700 рублей можно купить. Можно подороже за 3000 и так далее. И это очень удобно у человека на компьютере или где-нибудь на каком-нибудь гаджете. Постоянно сохраняется информация с этой камеры, весит эта информация немного. И как минимум, они бы, да, конечно, они начали бы как-то осторожней, там, осторожнейшись, пытаться найти это, увидеть камеру. Но в любом случае было бы больше шансов на то, чтобы мы смогли бы предъявить доказательства похищения. И это их бы останавливало. Поэтому я призываю всех, как бы, задумайтесь об этом. Потратьте эти деньги, которые там, ты один раз в кафешке мы садимся и тратим эти деньги. Закажите на Алиэкспресс себе эти камеры. Установите, и уже это будет хоть какая-то причина, благодаря которой, быть может, облегчится жизнь наших сограждан в нашей республике. Житель России. Тумсо, привет. Ты часто произносишь Россия-оккупант. К простым жителям России у тебя такое же отношение? Спасибо, удачи. Конечно, нет жителей России. Простые жители России, обычные граждане, они... К ним отношение, как к обычным гражданам. Когда мы говорим о России, мы говорим о государстве, мы говорим о ее государственной политике, о ее армии, о ее политической верхушке. Об этом идет речь. Это не значит, что каждый гражданин России, человек с российским паспортом, теперь несет ответственность за все преступления. Конечно, нет. Здесь будет правильно сказать, что есть, как бы, есть косвенная ответственность, есть непосредственно. По-моему, Явлинский говорил, что мы все, типа, несем ответственность, все граждане России, мы несем ответственность за Донбасс, за Крым, он говорил. Он, отчасти он прав. И да, как бы, конечно, есть эта ответственность, но она не непосредственная. Это не значит, что за конкретное преступление теперь можно спросить любого гражданина. Нет, но это в целом, каждый гражданин России, как бы, должен чувствовать на себе какую-то долю вины за то, что происходит. Это вот как аналогию можно провести с тем, что вот родственник, допустим, мой, совершил ДТП, и по его вине погиб человек. Это не значит, что мы теперь не должны чувствовать какую-то ответственность перед родственниками погибшего. Это наш родственник, и мы все находимся в положении, когда нам, как бы, нам стыдно перед пострадавшей стороной. Всем нам. Почему? Хотя мы никак не причастны к этому, к его вот этой вот преступной ошибке, приведшей к этому несчастному случаю, к смерти. Мы не несем прямую ответственность. Эти люди не могут с нас спросить, прийти и убить нам нас, наказать нас за это. Они не могут. Но мы чувствуем на себе долю этой ответственности, так как это наш человек, это наш родственник. То же самое работает и в вопросе российских граждан. Никто не несет непосредственную ответственность. Ответственность за преступление. Но в то же время россияне, конечно, должны на себе чувствовать вот эту вот вину какую-то. Это чувство вины, оно должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok